Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будет обзор фикс прайса, как вы поняли. Надеюсь, что чуть-чуть посветлее будет. Так, здесь много новогодних покупок. В общем, это все новое к Новому году за ноябрь. Давайте покажу вам, что я купила в первый раз, первый свой заход фикс прайса, а затем уже покажу сегодняшний большой пакетик. Первое, что я купила, это органайзер для ватных дисков. Стоило 99 рублей. Туда же цена осталась. Давно я такое хотела и что-то как-то дарила, всем дарила, себе не покупала. Так что вот себе купила. Следующее, я купила себе вот такую вот тарелочку. Там были с белой и розовенькой, по-моему, я не помню, с чем там были. Мне понравился с кактусом, с чем-то еще другим. Вот тут было. Стоила она тоже 99 рублей. Называется декоративная тарелка. Вот. Очень красиво. Я для сережек ее использую. Так, следующее, что купили, это вот такой фонарик. Он уже весь переклеен скотчем, потому что дети его роняли. Но он очень круто освещает комнату. Ни один светильник так не освещает, как он. Смотрите, у него два режима. Первый режим это вот такой белый. Когда темно, он очень классно освежает. Ой, что я говорю. Вот. И такой вот голубенький. Не знаю, видно ли он? Нет. В общем, вот так синим он освещает. Очень круто. Дети любят. Стоил он, по-моему, 200 рублей или 200 с чем-то. Не помню цены. Так, следующее по 200 рублей помню точно. Это книжки. Я купила три книжки. Там было всего четыре в этой линейке. Очень крутые книжки. Я, похоже, покупала на Валборисе. Немного дороже. Лесные жители со створками. То есть, ребенок открывает, и там какой-нибудь животный прячется. Плюс еще можно почитать немножко книжку. Вот эту, видите? Оп. Захару очень моему понравилось. Следующее это море и океан. Моря и океаны. Вот ему это больше всех прям понравилось. И следующее это жители деревни. Вот все то же самое. Они яркие, прочные, качественные. Написано, что Феникс Премьер. Производитель, изготовитель. Так, следующее это сегодняшний большой тяжелый пакет. Чек вышел на 1018 рублей. Так, ну первое, что я здесь включаю. Это не новогодняя, но все же это необходимая вещь в хозяйстве. Это вот такой чехол на гладильную доску. Написано, что его цена 200 рублей. Кстати, размер 140 на 50, но подходит для досок 110 на 38 и 130 на 38. Не знаю, у меня, наверное, нестандартная доска, потому что у меня ширина 30 всего. Вот такой расцветкой выбрала. Сейчас после видео буду проверять, подойдет она или нет. Следующее. Ну, это такой расходный материал. Баночки. И еще расходный материал. Это еда для кошки. Вот такие пюрешки. Иногда паксы бывают ленте. И тут какие-то что-то дешево было. Следующее, что я купила, это новогодняя. Так, я купила две вот таких мышки. Вешать на елочку. Они почему-то голубенькие. Может быть, год голубой мышки будет. Не знаю. Они такие милые. Я даже не знаю, сколько они стоят. Елочная игрушка. Символ года. Четыре на два. Одну себе. Одну на подарок. Так, следующее. Вот такую мышку, копилку. Я давно обещала Захару, чтобы он копил денежки. Вот такую мышку классную. В общем, это надо потом все разобрать. А то он скоро у меня придет. Так, следующее. Ему купила вот такие. Не новогодние, но все же. 3D наклейки. Многоразовые наклейки. Тут значит транспорт. Да, так транспорт можно назвать, наверное. А здесь всякий космос. Я бы назвала космос. Все, что связано с космосом. Это тоже лимон. Так, следующее. Очень я долго ходила. Сначала я ее не взяла. То, что я хотела, это для подарка. Но потом их разобрали быстро. И сейчас они опять в наличии. Поэтому успевайте. Стоила она 200 рублей. Это такая елочка. Я хотела именно белую. Там также есть из трех разных цветов. Но она какая-то не очень яркая. Поэтому, в общем, это деревянная подставка. И это три тарелочки для каких-то закусок. Либо десертов, либо сладостей. Это на ваше усмотрение уже. Так, следующее новогоднее. Видела, у Вероники никакой. Пошла именно за этой игрушкой. Но у нее была звездочка. А мне понравилось именно вот это. Сейчас попробую вот так. В общем, вот так. На конце шишечка. И здесь вот такой кружочек, где елочка и олененок. Это тоже на елку игрушка. Очень она мне понравилась. По-моему, не знаю. Не написано цена тут. Не вижу, сколько она стоит. Декорация. Набор декоративных наклеек. Наверное, 102 рубля она стоит, по-моему. 102 рубля. Так, следующее. Вот такие деревянные игрушки на елку. Тоже их хотела. И в тот раз их быстро разобрали. Здесь сердечки, елочки и звездочки. Мне понравилось. В принципе, новых игрушек елочных я особо покупать не планирую. А вот такие, в принципе, дополнят и украсят нашу елочку. И заиграть елочка новой краской. Так, и последнее. Да, последнее. Все показалось. Последнее, что я купила, что мы покупаем каждый год. И это ассоциируется именно с моим детством. Потому что в моем детстве это было настоящее волшебство. Сейчас, к сожалению, у наших детей это не так. По крайней мере, у наших. Вот. И это адвент календарь. Детский, настоящий, шоколадный. Мы его будем открывать, наверное, на днях. Может, даже сегодня. Кстати, это фирма Барен. Не знаю такую. Наверняка этот шоколад не очень вкусный. Но 75 грамм. Но ребенку сам факт открывания этих окошек приносит удовольствие. Здесь сколько здесь окошек, кстати. Не вижу. Сколько? 23 вижу. Числа 24 вижу. Наверное, 24 есть. После 24 я не вижу никаких чисел. 24 окошка, в общем. В том году или позапрошлом мы покупали от известной фирмы. Вот этой шоколады. Kinder молочный. От бренда Kinder покупали. Как он называется. Вот. И сейчас взяла такой. Кстати, сейчас посмотрю, сколько стоит этот календарь. Потому что мне даже интересно. Ждесский календарь. 99 рублей. Вот. На этом были все мои покупочки с FixPrice. Я так быстро-быстро вам показала. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, ставьте лайки. Скорее бегите в магазин FixPrice, пока все это не раскупили. Всех целую. Всем пока-пока.